МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии информационной программы «Твои новости» Марина Бартенева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Повезут и привезут общественный транспорт. Тормовера в дни города будет работать в усиленном режиме. А вот автомобилистам придется выбирать пути объезда. Подробнее расскажет Юлия Чернышева. Более трех лет проведет за решеткой гражданина Сочи. В чем его вина, узнавала она Мельченко. Торжественное мероприятие, посвященное вручению свидетельства о занесении граждан на доску почета муниципального образования города Тормовира. Также награждение победителей конкурса «Лучшие по профессии» по итогам 2017 года состоялось в Театре драмы и комедии 13 сентября. На нем побывала и наш корреспондент. Вот так ярко и красочно творческий хореографический ансамбль открыл праздничное мероприятие, которое проводится ежегодно в Камун Дня города. В Театре драмы и комедии собрались все те, кого по праву признали в нынешнем году лучшим из лучших. Поздравить победителей конкурса «Лучший по профессии» и тех, кому будет вручено свидетельство о занесении граждан на городскую доску почета, прибыли представители администрации. Я хочу поздравить всех тех людей, которые своим трудом на протяжении ряда лет и в 2017 году завоевали выдающееся право лучшего армавирца. Это право не каждый достоин завоевать, но сегодня в этом зале те люди, которые действительно своим трудом, своим делом, своей любовью городу армавируют, это звание завоевали. Поэтому очень приятно вас приветствовать. Поздравлением присоединился и председатель Армавирской городской думы Александр Поляков. Я хочу сказать славу и благодарности людям, которые сидят в этом зале, потому что они вложили свою частичку в развитие этого города. Это ваше заслуга, потому что вы честно и хорошо делаете свою работу. Кто-то ведет улицы, кто-то печет хлеб, кто-то учит детей, кто-то лечит людей, но все мы делаем наш город лучше. Значит, наша страна будет лучше, значит, Кубань будет все прекраснее. Вам за это слава, благодарности и поздравляем вас с праздником. Большое спасибо. Поздравить армавирцев, удостоенных звания лучшей из лучших, прибыли и депутаты законодательного собрания края. Николай Титов отметил, что город развивается, хорошает на глазах, развивается и экономика. Я думаю, что в этом заслуга, конечно, прежде всего, жители города Армавира, конечно же, трудовые коллективы и общественные организации. И, конечно же, элита этих предприятий, которые находятся сегодня в этом зале, которые своим трудом, которые свои активные и жизненные позиции делают все для того, чтобы наш город был еще краше, еще уютнее, еще жилось в комфортнее. И вот наступил самый волнительный момент – церемония награждения. Свидетельства о занесении граждан на доску почета города Армавира, ценные памятные подарки и цветы вручались заслуженным работникам, всем тем, кто трудится совершенно в разных сферах. Однако всех их объединяет одно – преданность своему делу и верность выбранной профессии. Каждый внес свой личный вклад в развитие города. Среди них и врачи, и учителя, повара, водители и деятели культуры, строители, спортсмены и многие другие. Александр Макомедович владеет в полном объеме методами оказания помощи техникой всех операций и манипуляций. Он способствует... Хореографические и танцевальные коллективы города тоже поздравили всех своим творчеством. После чего чествование передовиков города продолжалось. Конкурс «Лучший по профессии» по итогам 2017 года. И этого звания были удостоены многие армавирцы. В их число вошли и лучшие ученики и студенты. Особого внимания заслужила приемная семья. Каждый день в Армавире совершаются добрые дела и простые человеческие подвиги, которые укрепляют и прославляют город. За многие годы столько достойных имен были вписаны в историю Армавира. Сегодняшняя страница в летописи пополнилась новыми именами. Именами тех, кто своей деятельностью ежедневно вносит свой вклад в развитие города. Анна Мельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Стоп-машины. В течение двух дней все подъезды к центральной площади Армавира закроют для движения автомобилей. На месте будут дежурить полицейские патрули. Все для того, чтобы обеспечить безопасность граждан во время праздничных гуляний в день города. Кстати, уехать домой после вечерних концертов на общественном транспорте армавирцы смогут без проблем. Даже в отдаленные районы муниципалитета, обещают местные власти. Обо всем подробнее Юлия Чернышева. В дни городских именен с 15 по 17 сентября общественный транспорт Армавира работает по графику. А развозить пассажиров после вечерних и ночных праздничных мероприятий возьмутся дополнительные автобусы и троллейбусы. 72 единицы техники. Сообщается, что они будут курсировать до последнего клиента. В пятницу 15 сентября для удобства ветеранов и пенсионеров из отдаленных уголков муниципалитета поселков Маяк, Южный, Вниимк, Хуторов Первомайский, Красин, Зуева будет организовано движение автобусов. Желающих они не только привезут на концерт для старшего поколения на площади Ленина, но и по его окончании доставят обратно. С 20 часов того же дня дополнительно организована доставка граждан во все районы города следующими маршрутами от остановки вокзала 1 троллейбусами 1 и 2, при вокзальной площади вокзала 1 автобусами 4, 5, 10 и 16, от остановки цветы автобусами номер 6, 8, 23 и 27. Власти обещают, что не будет проблемой для армавирцев добраться домой на общественном транспорте и после большого концерта с участием звезд российской эстрады с 23.00.16 сентября от остановки в районе 1-го ЖД вокзала можно будет уехать на любом из 10 троллейбусов. Там же своих пассажиров словно днем будут дожидаться 30 маршрутных автобусов. К тому же в сквере Пушкина в это время к услугам горожан еще 20 автобусов маршрута номер 18, 23 с заездом номер 29. Уже с воскресенья 17 сентября общественный транспорт работает по графику рабочего дня. Автомобилистам, планирующим отправиться на городские мероприятия с вечера пятницы 15 сентября до конца суток 16.00 лучше пересесть на общественный транспорт. В эти дни будут закрыты для движения все улицы на подъезде к площади Ленина. Полицейские выставят патрули. Согласно расписанию в пятницу с 17.00 до 21.00 проезд автомобилей невозможен. На Ленина Карла Липнихта, Кирова Комсомольская, Дзержинского Ленина. В праздничную для Армавира субботу такая же ситуация с 8.00 утра и до полуночи. На Карла Маркса Ленина, Карла Маркса Комсомольская, Роза Люксембург Карла Липнихта, Роза Люксембург Кирова, Дзержинского Ленина. К тому же с 6.00 вечера и до 0.00 часов 16.00 сентября движение транспорта перекрыто на таких улицах, как Мира Карла Маркса, Мира от автостанции, Тоннель Кирова от сквера Пушкина до площади. Юлия Чернышева, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Залетными гастролюрами называют тех, кто передвигается по городам и весен с целью неправедной наживы всякого рода афер, мошенничества или краж. Именно о таком путешественнике и пойдет речь в нашем следующем сюжете. Изобретательный ум, ловкость рук и у тебя в пакете приличный куш. Дорогая одежда и обувь из супермаркетов, причем абсолютно бесплатно. Остап Бендер просто позавидовал бы такому изобретению. Все бы хорошо, да только сколько веревочки не виться, а конец обязательно настанет. Так, приговором Армавирского городского суда был осужден гражданин родом из Сочи, который обвинялся в совершении семи краж в различных магазинах Краснодара и Армавира. После совершения в начале июля 2017 года нескольких краж в магазинах города Краснодара, он прибыл в город Армавир, где вместе с сожительницей несколько дней ходил по магазинам, расположенным в торговом центре Красная площадь по улице Воровского и совершал там кражи. С собой у него были специально приспособленные пакеты, в которые он складывал похищенные вещи, одежду, обувь и проходил с ними мимо антикражных ворот беспрепятственно. Надо сказать ранее, этот гражданин уже был осужден. Однако приговор был обжалован прокуратурой города Армавира в связи с мягкостью назначенного ему наказания. Краевой суд отменил ранее вынесенное решение. При новом рассмотрении дела были учтены правила назначения наказания данному гражданину с учетом рецидива совершенных преступлений. Поскольку у него имелись непогашенные судимости по предыдущим приговорам, и ему назначено справедливое наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А до этого какой был срок? До этого он был осужден к двум годам четырем месяцам лишения свободы. На данный момент осужденный находится под стражей до вступления приговора в законную силу. Анна Мельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Погода продолжает преподносить сюрпризы. Аномальная по сентябрьским меркам жара фиксируется на Кубани, в том числе в Армавире, в нашем городе. Как и на Черноморском побережье настал своего рода бархатный сезон. В сентябре словно взамен холодному и дождливому армавирскому июню. Жара продержится в городе вплоть до конца месяца. До 22 сентября температура воздуха будет только подниматься. Ожидается до 39 градусов тепла. На Чемени ниже плюс 23. Немного похолодает, если можно так сказать, до плюс 25-28 градусов по Цельсию к концу месяца. К тому же синоптики обещают, что будущие две недели в Армавире в большинстве своем без осадков. Армавирский дзюдоист стал призером международного турнира во Владивостоке. Участие в соревнованиях принимали юниоры и юниорки в возрасте от 16 лет до 21 года из России, Японии и Монголии. В воспитанник Армавирской школы дзюдо Арам Григорян выступал в составе национальной сборной. В финальной схватке спортсмен уступил российскому дзюдоисту Фуаду Хаспладову по итогам соревнований в активе нашего земляка «Серебро». Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Кано Дзигара среди юниоров проходит под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе в рамках спортивной программы Третьего Восточного Экономического Форума. На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Юлия Чернышева. В студии была Марина Бартенева. До свидания.